Открытый диалог с будущими педагогами. Сегодня глава республики отвечал на вопросы студентов Чувашского педагогического университета. Среди ключевых тем встречи – профессиональные перспективы, грантовая поддержка и творческая жизнь вуза. Подробности у Дмитрия Ковалева. На месте читального зала – Центр совместной работы. Это грантовый проект студентов университета, которые выступили с инициативой встретиться с главой региона. Будущие педагоги – лучшие во всем. Театр мод вуза – неоднократный призер престижных фестивалей. Я бы хотела представить одну небольшую часть нашей коллекции 2019 года. А поисковый отряд университета на днях стал обладателем гранта главы региона. Ребята вновь отправятся на раскопки. Созданы условия для того, чтобы мы всесторонне развивались. И поддержка молодежных инициатив, она на самом деле ощущается так. В 2018 году удалось реализовать проект «Память навсегда». Мы записали воспоминания ветеранов и тружеников тыла. Закончился год добровольца. Какая будет поддержка в ближайшее время? У нас в основном грантовые поддержки будут по разным направлениям. Роделок там может быть 50-100 тысяч рублей, где-то меньше, где-то больше. Но сам факт заключается в том, что не из-за денег в работе. Повеление души, повеление сердца. Встреча без галстуков – неформальный диалог. Многие студенты такой случай не упустили и задали главе региона личные вопросы. Я участвовала в разных мероприятиях, конкурсах, конференциях, что позволило мне получить, так скажем, на сегодняшний день, это самый высокий результат, мы получили стипендию правительства Российской Федерации. И, конечно же, я и в студенческое время получила и стипендию главы Чувашской Республики. И получать его молодежь от 14 до 30 лет. Единожды, да? Нельзя ли вообще пересмотреть положение так, чтобы человек смог получить на каждом уровне данную поддержку? Нам хочется максимально больше оплатить людей. Просто у человека стимул выявляется. Поэтому баланс интересов соблюдая, еще раз ввесит, как лучше правильно нам сделать. У многих ребят в стенах университета проявляются лидерские качества. Реализовать себя молодым людям помогают органы студенческого самоуправления ВУЗа. Среди активистов Иделяра Вахитова, главе региона, она обратилась за советом. Принцип самоуправления дает возможность мыслить, ваши задачи как лидеры, да? Мобилизовать все эти ресурсы человеческие, финансовые, которые появляются в счет недвижимости, чтобы достичь цели. Михаил Игнатьев отметил, что такие встречи должны помочь наладить обратную связь органов власти и студентов. Перед будущими педагогами открываются большие перспективы. У выпускников ВУЗа появился и стимул работать в школах на селе. С 1 января 2020 года 1 миллион рублей будут выделять безвозмездно со стороны государства для того, чтобы вы работали где? В сельской местности. Это в то же время накладает огромную ответственность. Ответив на все вопросы, глава региона пообещал, что встречи со студентами в таком формате продолжатся. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Там кто-то почти спал.